Всем привет, ребята! Я зовут Варя. До лета осталось примерно чуть более одной недели и я хочу поделиться с вами легкими вкусняшками на это прекраснейшее время года. Я надеюсь, что это видео вам обязательно понравится, но мы же начнем. Поехали! Первым мы сделаем очень вкусные фруктовые канапешки. Для них выберите самые любимые ваши фрукты. Я взяла яблоко, грушу, апельсин, банан. Также можете взять какие-то ягоды, но в конце мая я их просто не нашла, поэтому решила сделать фруктовые канапе. Все, что вам нужно сделать, это просто аккуратненько нарезать на толстые кубики или кружочки, как в данном случае банан, чтобы они смогли надеваться на палочку для канапе или же на шпажки. И просто аккуратненько нанизывать их на нее. Делайте кубики большими, чтобы они очень хорошо держались на шпажке. Бананы я нарезала кружочками, а апельсинки небольшими треугольничками. И все, что нам осталось сделать, это нанизывать наши фрукты на шпажки или на палочки для канапе. И вот такая прелесть у нас получилась. Далее я хочу сделать бананы в шоколаде. Для них ничего сложного нет. Просто берете банан, вставляете в него палочки на состоянии примерно 1 см. А потом разрезаете между этими палочками. Так мы добьемся такого результата и такого размера банановых кругляшочков, что они не будут падать с палочек и будут крепко на них держаться. Далее нам нужно растопить шоколад на водяной бане. Это очень легко сделать и времени займет минимум. Самое главное это просто стоять возле плиты и помешивать, чтобы шоколад не превратился в какую-то кашицу. Когда вы добьетесь примерно такой же консистенции, как на видео, берем банан и просто поливаем его. Это будет очень красиво выглядеть, особенно если вы поверхность шоколада еще посыпите посыпку. Далее сделаем ничуть не хуже печеньки с маршмеллоу. Для них берем противень и застилаем его прегаментной бумагой. На него кладем печеньки круглые, а на них уже кладем маршмеллоу. По моему опыту скажу, что кладите маршмеллоу больше, потому что такие маленькие не подойдут. Ну и если у вас есть такие маленькие, то кладите штучки 2-3. Далее ставим в духовку примерно на 10 минут, когда наши маршмеллоу станут примерно в 2 раза больше. Достаем наши печеньки из духовки и накрываем их еще одной печенькой. Делайте это сразу же после того, как вы вытащили из духовки, так как маршмеллоу начнет остывать и просто ничего не склеится и не получится. Далее все это нужно просто выложить на тарелочку. И также я решила полить шоколадом, чтобы он получился еще более вкусным. Следующим мы сделаем чай, очень вкусный. Наливаем кипяток, кладем пакетики чая, также наливаем сироп. Но вместо сиропа вы можете взять варенье, так как с ним будет оно намного вкуснее. Также для него нам понадобятся дольки лимона, апельсина, а также можно добавить и лайма. Если вы добавите сироп, он будет более кислым, а если варенье, то станет намного вкуснее и слаще. И все, вот такой вот чай готов. Но так как это летняя вкусняшка, просто поставьте в холодильник и добавьте льда. Ну вот и все, надеюсь, что это видео вам понравилось. Ставьте лайки вверх, обязательно подписывайтесь на мой канал и на остальные мои соцсети. Ждите в следующих видеороликах. А с вами была Файра, всем удачи. Пока! Пока!